А вот уже второй год подряд я встречаю на острове Дариуса, который здесь отдыхает. Знакомы мы уже сколько, Дариус? Больше 10 лет, я думаю. Да, больше 10 лет. Мы сейчас просто открыли новое направление. Вернее, даже не новое, мы уже давно им занимаемся. Просто новое направление по Скандинавии я имею в виду по иммиграционным делам. Об этом я расскажу позже. Дариус, расскажи, пожалуйста, свою историю. Где ты живешь? Откуда ты приехал? Ну, то есть, вообще, свою автобиографию. Здравствуйте, меня зовут Дариус. Я приехал из Литвы. Я был профессиональный футболист. Это был какой год? Я приехал в 2000 году. До этого я играл профессионально 15 лет в разных странах. И в России тем более играл. И в Беларуси, и в Эстонии, и в Латвии, и в Финляндии, и в Ферреских островах. И закончил в Швеции. И потом увидел, что Швеция очень хорошая страна для развития как тренеру. То есть, ты приехал туда по спорту? По спорту. Тренировать команду. Тебя позвали? Таким был я тренер-консультант. Я был и тренер, и игрок, и консультировал клуб, чтобы как его развить, как дать больше идей. Потому что я 15 лет, каждую неделю 13 раз тренировался. И все равно набрался так опыта, что другие 2-3 раза в неделю не набирают столько. Плюс и интернациональные игры были у Яфа, и 2 игры за сборную, и все такое. Дарь, это была рабочая виза, да, из Литвы? Это было, в начале не было открытых виз, была рабочая виза, только давали таким консультантам, которые приезжают, что-то, кажется, помогают швеции. Как у тебя было с языком? Ну, с языком уже были продвинуты чуть-чуть, потому что был мне на фересках травах. Был тренер с Швеции, один игрок, мой лучший друг в то время, когда был в команде, и мы, по-английски, и потом он учил чуть-чуть шведский меня. Потом я когда приехал, уже были какие-то, потом сходил в эту школу, ходил... Это была бесплатная школа? Да, бесплатная школа. То есть ты приехал, и через какое время ты уже попал в школу? Да, когда подальше на такие условия, нам приезжают, я дают квартиру, я дают карточку для питания, я дают такой контракт, условия, зарплату, и все другое. Это очень такие льготные условия, это очень легко писать такую общую, плюс ты в центре всегда, ты там в газетах все время спрашивает, как ты, что, какая стратегия клуба, как игры, кажда игра, как проходить, и все другое. И вот ты всегда в центре, ты более учился, потом начал учительной физкультурой работать, потому что Литвя я имел образование учителя, и начал его тоже внедрять вместе со спортом. То есть это была школа, да? Да, нормальная школа. Дарис, а какая была первая зарплата, и через сколько ты уже начал получать? То есть, ну, ты приехал? Нет, ну, как этот тренер, как этот консультант, там, где-то, ну, где-то около двух тысяч евро в начале было такое. И плюс бесплатное жилье, да, питание, да. То есть люди ждали тебя, да, то есть в Швеции, я знаю, что очень хорошо относятся к спорту, когда такие профессионалы, которые попадают туда. Да, да, да. То есть ты приехал, начал работать, получать две тысячи евро. Какие были следующие жилья? Да, дети в школу пошли, мы... То есть и семье приехали? Все устроились, да, да, да. И вот среди с тобой там познакомились мы из-за языка, там, из-за таких отношений, в смысле, к языку. А в Арвике там сколько русскоговорящих было? Ну, так уж много, 20-30, может, да. Мы как раз приглашали на Новый год, да. И мы как раз были там на Новый год. Мы снимали нашим, вот, где мы дом купили, снимали это такое помещение, и как раз пригласили вас тоже туда. Да, мы как раз отмечали Новый год, было очень весело. А скажи, то есть ты приехал, потом дальше я знаю, ты купил себе там недвижимость, да? Да, 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 дом мы купили. За сколько можно купить дом в Арвике? Ну, тогда в это время, самое интересное, что в это время, когда я в Швеции попал, два года я жил, ну, мне снимали квартиру, потом я купил этот дом, то он стоил где-то 445-50 тысяч евро. И каждый год, самое интересное, эта цена росла на 10 тысяч евро. Каждый год. И вот за этот день, когда я жил, там выросло больше 100 тысяч евро. Этот дом просто, просто, просто из ничего деньги сами шли. И когда ее продаешь, уже получил такую прибыль, что... А ты потом продал за дом, да? Да, продал. И сейчас переехали мы в еще красивее место. Мы сейчас живем возле западного побережья моря. Там очень курортное, красивое место. Называется город Стрёмстад. Там я и учителем работаю. И сейчас вот начну команду футбольную тренировать с 1 марта. А скажи, пожалуйста, вот работу учителем, какая зарплата сейчас вот людей очень интересует? Начинающих там 2 с половиной, а уже продвинутых 3 с половиной. Это считается очень-очень маленькой зарплатой в сравнении с другими, там, врачами, инженерами, все другое. Но оно сейчас очень интенсивно продвигается. И думаю, оно скоро, большими темпами сейчас идет вверх. Хотят престижную сделать. Раньше было как парламент, так и учителем был одинаковый статус. А потом парламент, зарплата ушла, а учителем осталось. И чуть-чуть такое вот. Но сейчас они хотят все возродить и сделать опять статусные работы учителем. Понятно. Ну а вот социальные условия, как вообще в Швеции? Социальные, идеальные. Государство платит такое пособие за ребенка. Потому что в школе мне нужно быть. А я когда прошу полгода до этого, до этого заранее, что я поеду зимой, я говорю осенью, я поеду зимой на отдых. Я беру ребенка, потому что надо мне, вот есть такие возможности. И они не могут сказать, нет, тебе нельзя туда и все другое. Если просто на отдых, то нужно быть с классом, то нужно быть, когда с ребенком это приоритет номер один. И дают, еще доплачивают, да? Ну, это есть такие, сколько там дней, когда ребенок рождается, там 270 дней можно быть с ребенком, государство оплачивает. А сколько оплачивает за одного ребенка? Ну, каждый месяц платит 1000 крон, 1050, там где-то 130 евро где-то каждый месяц. И когда ты берешь выходные, для родителей, как они называют, отцовские дни с ребенком, то там платят 80-70% зарплаты. Но это хватает и очень, они рады, что отцы берут эти дни. И даже было в 2009 году, даже был закон такой, что если жена и мужчина, и муж берет одинаково, нет, им даже бонус платили. Мы до Нового года получали бонус, например, я беру, она берет, иногда я, иногда она. И мы еще дополучали где-то 3000, если все снимаешь, все эти деньги, 3000 экстра получаешь за весь период, когда ребенок еще доплачивает. Сейчас вот пришло новое государство, это социал-демократы, и они сейчас 1 января убрали, но мы уже взяли 70-80% от этого. Мы знали, что даже есть такие бонусы, так приятно было удивлены, что даже приходит по 200-300 евро экстра, как приоритет, как отец с ребенком проводит время. Да. Дарюс, расскажи, а вот по кредитованию там какая ситуация, вот если в ипотеку взять, например, с инкортируем? Там тоже оно, да, да, там надо быть крепкие, крепкие, как говорится, корни должны быть, должна быть постоянная работа, должен иметь постоянные доходы, и тогда банк смотрит и дает. А какая процентная ставка? Ты вообще пользовался кредитами? Ну, мы купили очень красивый дом, мы продали, моя жена продала, я продал, два дома мы продали, купили один, но тоже не хватило, то мы брали, брали в банке кредит. И мы платим один процент ренту. Один процент в месяц? Ну, но она чуть-чуть, она 0,90, 1,7, но в среднем один процент в месяц. Если там 2 миллиона, то ты 2000 евро платишь в год, если 2 миллиона этих крон. А годовых сколько получается в процентах? Годовых это, не знаю, ну, знаю, что один процент с этого, но это очень-очень маленькие. Например, если ты покупаешь дом за 3 миллиона, ты платишь 3000 крон, это очень мало, потому что одна комната и квартиру снимать, это 5-6 тысяч надо платить. Крон. А то платишь банку только 3000, а остальное ты можешь аморти, аморти, знаешь, как амортизация называется, что ты можешь погасать, можешь не погашать, можешь, обычно там погашают какие-то цены, но... А скажи, пожалуйста, какая сейчас в Швеции инмиграционная политика? Я знаю, что ты вот за, да, то, чтобы люди приезжали, ну, и вообще в Швеции общество к этому очень хорошо относится, да? Мы живем в таком полуострове, на другом, вот, как здесь вот, море, и потом другой полуостров, и там живет как раз в Сирии 200 человек. Я был в этом лагере тоже, мы там помогали с одеждой, с другими вещами, там я проводил тренировку в футбольную с детьми, там игрались мы, один день был такой. И, и у них там разные были, ну, как говорится, разговоры про это. Одни приехали, думали, что им там сразу дадут машину, дадут дом и работы, и все такое. Многие разочаровали чуть-чуть другие, не из-за того, что надо было бежать за войны. Они прибежали просто попользоваться этой шведской гуманностью и все другим. И даже 20-30% они уехали, уехали обратно домой. А, то есть? Своим BMW и Мерседесам, которые они оставили там, свои Казири, и все другого. А другие, по-настоящему, там проблематищные, там стреляли, и все другого. И шведые очень-очень это, ну, они настолько не почитали, что очень многих пустилей, не очень сложные квартиры, работа, и совсем. И до года не ждут людей сидят вот таком. Как говорится, местности, и там подучивают шведский. То есть у них там курсы бесплатные, да? Курсы, да. А им что-то платят за это, вот то, что они... Ну, там уже выделяется 30 евро на каждого человека, но они на руки не получают надежду, то, что там нужно. Ну, хватает им вообще вот там лагеря? Не каждый из шведов имеет, который имеет пособие 30 евро в день. Значит, тысяча евро. 30 евро умножить на 30. Да, тысяча евро получается. Это тысяча евро, это нормальная, которые вот социальные люди в Швеции, они там даже меньше, пенсионеры меньше даже получают. То есть вот в лагере там обстановка нормальная, и люди получают деньги, изучают английский, ну, английский, шведский, язык бесплатно. Да, да. А какие там условия, там, квартиры, где они живут? Ну, есть такие доми. Вот в нашем это так, в других там по-другому. Там в Южной Швеции там даже поджигают эти, их, говорят, лагеря. Это Гетеборг-Мальмо там, да? Ну, еще ниже, ну, в смысле, Гетеборга, чуть ниже, там, два региона. И очень часто там люди не очень, не очень хотят, чтобы там ожили и там все другое. Но в политике есть политика, и эта гуманность тоже очень хорошая, но тоже, как говорится, всю Сирию не впустят в эту маленькую страну. И там люди тоже со всяким характером приезжают, и всякое такое может. А я узнаю, там соседняя Норвегия, люди ездят в Норвегию работать. Там лучше, да, условия? Да, многие шведы едут работать, потому что больше платят. И два месяца в году не надо вообще платить этот скат, как он называется, на ход, на долог. Это вообще хорошо тоже на Новый год и на, и на этот, как надо сказать, весной, летом, середина, перед отпуском, в июне месяце. А еще, Дарьус, такой вопрос. Вот человек, допустим, приехал в Швецию, да? Ну, переехал, эмигрировал. Как быстро он сможет найти работу? И вообще, где там, ну, что можно найти? Вот сразу, там, допустим, за 3-4 дня. Я знаю, что там люди ремонтами занимаются, еще чем-то. Это... Да, 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 да. Смотря на что ты умеешь. Если ты хороший врач, надо быстро-быстро учить язык. Вот как наши родственники живут. Начинать, начинать там сначала с этими сестрами быт, и пробиваться там за полгода, за год, смотря какой ты... Ну, а другие там, которые не имеют таких профессий, то надо начинать вот это, как ты говоришь, какой ты... Ну, то есть делать... Моллер, моллер или там что-то такое... Какая средняя, вот сколько человек может зарабатывать, вот если там в ремонтах квартиры делать, ну и так далее? Как я говорю, то же самое, что... Можно кататься? Боб-боб-боб-боб-боб-боб-боб... Насчет квартир, насчет работ, может зарабатывать, как и учитель тоже, с двух с половиной до трех с половиной, может так зарабатывать. Если хорошо работаешь и... Ну, тоже очень с таким менталитетом советским, знаешь, там, не платить налоги, все другое. Вроде так соскользнуть, но потом можно так, знаете, свою репутацию, и потом очень сложно портить репутацию. И уже, когда входишь в эту среду, очень важно даже быть лучше, чем они, быть примером, и подражанием, и платить все эти налоги. И очень важно, потому что маленький-маленький, не туда шишок, оно очень-очень... Вроде они не замечают, но потом очень сложно восстанавливать. Ну, а так вообще шведы, они дружелюбные? Очень, если видят, что человек с какими этими намерениями, как он приносит пользу его народу, он очень хорошо относится. Если смотришь, что паразит какой-то, лишь бы оторвать, лишь бы быстрее, они тоже чувствуют ничего... Кстати, не говорят ничего, не реагируют, ничего такого. И дождаться до момента, опять убрать или вообще не общаться, или там полиция объявляет или что-то другое. Даже в машине, если видят, там кто-то такого так чуть-чуть подрулил, номер записали. И эта полиция там через 50 минут приезжает проверять эту машину, какую дорогу она едет, чтобы не было какой-то аварии или что-нибудь такое. У тебя же дети, они в маленьком возрасте туда приехали, да? Да, 5-10 лет. А сейчас они чем занимаются? Сейчас Эдвин... У тебя сын и дочка? Да, сын Эдвин работает в Гардемоне в Норвегии аэропорту и на фабрике в самой Арвеге. Он две работы с собой. Сколько ему лета и сколько у него зарплаты? У него 20, сейчас будет 6. И в Норвегии и в Арвегии там где-то под 2,5-3 тысячи где-то евро. Но он имеет двоих детей, моих внуков. И содержит очень хорошо, очень хороший отец. И чуть-чуть, главное, что не перетрудился, потому что в Арвегии работает 5 дней, 4. Потом едет выходные в Норвегию в этом аэропорту. И, ну, он вроде находит и жена, и дети вроде счастливые. А они живут где? Они в Арвегии, а я в Стремстве. Они арендуют или у них свое? Ну, начали с одной комнаты, потом с двух комнат. А сейчас приехали уже полгода назад, с трех комнат. И они арендуют или купили? Арендуют. И сколько получается за трех комнат? Ну, шестьсот пятьдесят евро. Шестьсот пятьдесят? В Арвегии маленький город, такой небольшой. Если вот в Стремстве такую взять, то там без тысячи евро никак не возьмешь такую. И так, говорю, очень популярная, очень маленькая безработность в этом Стремстве. И очень сложная квартира получит. В Арвегии чуть-чуть легче там. Ну, все хорошо. Ну, а вот дочь, чем с вами? Лавра сейчас работала полгода после школы и накопила денег. И сейчас она по Турне по Азии разъезжается. Недавно мы встречались на Крабе местности с ней. И она продолжает сейчас в Малайзии, потом Индонезии, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. И потом где-то в мае она должна вернуться уже в Швецию продолжать работать. Она в модном, в модном бизнесе занимается. Индариус, а вот если, допустим, ты хочешь организовать бизнес в Швеции, как вообще? Помогают там? Есть какие-то организации, которые тебя поддерживают? Ну, там надо ее больше спросить. Но она, когда была последний год в школе, там у нее была такая фирма, она так продвинулась. Там очень-очень многие знали, она делала моды-шоу, такие ремонстрированные моды. Там очень-очень известные манекенщицы участвовали, даже кастинги проводили, там, чтобы не все, каждый попадал, и там людей было. И самое интересное, она сама дизайн делала, она майки для одежды, это другое. И они очень хорошо расходились. Даже одна звезда телеканала, ее майку имела весь, весь этот ее полчасовой, получается, программу эту, получается, всю. Это очень тоже ее продаваемость, этой ее одежды подняло намного. Дарис, ну какие у тебя планы вообще на будущее? По спорту, там, по карьере? Хочется помочь этому городу, потому что она, очень большие возможности этой команды, потому что она с 2-го дивизиона сейчас выкатилась до 6-го дивизиона. Сейчас возьму 6-й дивизион и потом попробуем, может, получится поднять и даже выше куда-то пойти. Попробуем с этими ребятами. То есть это футбол, да? Да, футбол. Со школы я вот подумываю тоже в течение 3-4 лет, чтобы стать директором, называется, директором школы. Тоже интересно, я чувствую, получается, общение и с учителями, и с родителями, и с детьми. И такой баланс держать, и, я думаю, должно быть очень хорошо. Мне это нравится, людям приятно делать и балансировать их. Понятно, интересы. А скажи, пожалуйста, Дарьев, а вот по времени сколько ты уже начал, ну, за сколько ты начал понимать шведский язык? Я говорю, у меня очень был толщок, это два друга, этот один тренер и этот друг, который... Ну, по времени сколько ты, когда ты уже начал спокойно разговаривать? Я даже удивился, говорю, через год, когда я приехал в Арвику, уже имел, начал работать в школе, и мне надо было проводить эти собеседования с родителями, учениками, и рассказывать ученику по химии, по физике, по математике. С каждого учителя я собирал, и всю информацию, как ментор класса, должен был им объяснять. И мне так приятно было это проводить, и так верен я был в этом, и родители, и ученики были, никаких проблем не было. Я мог им объяснить, что у них там не хватает, что хватает уже через год. Дарьев, что ты хотел пожелать тем, кто планирует, так же, как ты 20 лет назад переехать в Швецию, вообще в Скандинавию? Мне тогда должно быть, мне вот потянуло, что я хотел, я видел тренерской работы, я видел эту чистоту, эту страну, и у меня как-то не было очень много привязанности в Литве, это не то, что ехать там и все другое. Надо, чтобы что-то было, дянуло, что-то такое было с мое, знаешь, вот какой-то докторский хочет увеличить, там есть очень хорошие дела, Каролинский университет там есть такая, и каких-то там инженерских тоже там очень хорошие. Швеция очень хорошая страна тем, что никого не напрягает и дает возможность людям расти по твоему, как говорится, возможности. Не браться там 5-6 работ и потом не смочь ни одно сделать, а надо взяться одну. Как в школе, я удивляюсь, в наших странах там таблицу умножения третьем, втором классе уже должны иметь. Сейчас я провожу с шестым классом, там половину класса еще не умеют его, но все эти, которые не умеют, они в 12-м классе там, или потом уже, когда они будут самые известные эти, как говорится, ученые, научные сотрудники, потому что их нервная система не перегружена, они получают столько информации, сколько они могут это. Без всякого долбания, там, ты должен, ты каким-то, знаешь, зашугиванием. Их свободные места потом заполняются, и они идут в своих сферах. Кто хочет уборщиков, кто хочет, там, профессоров и все другое. Намного по-другому. И вся учеба, и все-все-все бесплатно в Швеции. Там даже для иностранцев. Бейшее образование, все другое. Моя супруга, вот, она, например, приехала магистровскую защищать, она сама с Украины. И она 2 года училась в Карстанском университете, магистровскую, и получала каждый месяц 1000 долларов, 1000 долларов. Просто за то, что сама училась? Просто приехала, и магистровскую защищала в Швеции. Такие международные, как говорится, договоры такие были между Украиной и Швецией. А сейчас же тоже еще, по-моему. Сейчас, наверное, тоже есть. Надо там войти в эти сайты и все другое там. И она очень прекрасно вошла, и потом тоже увидела, возвращаться мне очень хотела. Более, мама уже была, и сестра здесь, и они остались. Она же хотела сначала в Штаты переехать, а потом все-таки выбралась в Швецию. Ну, всякие были у нее мысли. Она учила международную экономику, и там, вы сейчас в Лондоне были в прошлом году, то встретили и одноклассников, там где-то 70% одноклассников в Лондоне живут. Эти, которые международную экономику закончили. Довольны? Тернопольские академии. Довольны? Очень довольны. Семьи создали, экономические, все другое. Так что должна, должна, как говорится, быть какая-то... Цель. Цель. Если просто приехать и там биться, 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 это очень сложно, потому что люди формируются на этой культуре, на этой культуре. Бывает культурный шок. Ты понимаешь одно, думаешь, что это нормально, а этот швед, понимаешь, вообще по-другому думает, что это вообще ненормально. И... 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 и очень потом оба расстроены могут быть, знаешь. Но если ты чувствуешь, что это как раз мне это подходит, как раз я могу еще больше подвинуться, потому что в своей стране я не смог так хорошо реализоваться, и здесь могу я еще лучше. Ну, там как культура? Чем отличается культура от... Потому что делается, должно делаться. Например, сейчас в Литве тоже мне друг тренирует в Вильнюсской Жальгерис. И он восемь лет отдал, жил в Лондоне, менеджменту футбольному учился. И он сейчас два года все взял в Литве с этим футболом. Но если был литовский, он был в Литве, остался литовский специалист, он... он бы прошел вообще другими знаниями, пришел бы вообще другим миролазрением и все другое. Я понял. И... и... и вот... вот в этом разница, что ты получаешь вообще по-другому. Ты общаешься с этими игроками, с персоналом вообще по-другому. И когда ты дома, тоже по-другому. Там алкоголь относишься к этим расслаблениям и... и другим, знаешь, к культурным делам. Ну, тебе вот... тебе нравится культура Швеции, да? Мне очень нравится. У нас настолько, говорю, спокойно, я даже не думал, что так может и хорошо быть, вот как сейчас вот... если бы вы видели, какой... какой там дом... И сейчас были друзья с Украины, говорит, в Украине олигархи так не живут. Какую... какой у тебя, говорит, какие возможности, какой... какой дом. Например, на электрических машинах сейчас очень зафокусировали. Едем только на электричество, потом... И весь дом построили с солнечными батареями, чтобы электричество не только себе, даже продавать, чтобы это купалось. И школа тоже наша, это зеленая школа. Как сортировать, как все, как детей учить, ну, всякому такому экологическому подходу. И к идее, и все другое. Школьная еда, вот, не... мы не говорили, что это тоже бесплатно все. Все, все ручки, карандаши, все письменные дела эти в школе очень... Друзья. Понятно. Только учись и радуйся. Ну, в общем, Швецию ждет великое будущее. Ну, должно. И эти люди, которые приезжают, они, думаю, отберут, чтобы приносили не только этим людям, но и Швеции давало пользу. Спасибо, Дарьвус. Спасибо, спасибо за общение. Ребят, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт vse.defisvisa.com Теперь мы начали уже делать видео по Скандинавии. В ближайшее время я буду в Швеции, буду в Осло. Буду делать видео, общаться с людьми. У нас там много очень друзей в Стокгольме. Вот, и, кстати, варвики у нас остались друзья, там и у брата тоже остались много там кто. Всем всего доброго. Всего хорошего. Пока.